Просьба мексиканских властей не подходить к американской границе. Некоторые участники каравана продолжают игнорировать. Мирный воскресный марш превратился в попытку стихийного штурма приграничного забора. По некоторой информации, 500 человек задержаны и будут депортированы из Мексики на родину. Участники каравана из Центральной Америки шли к своей цели больше месяца. И вот до заветной американской границы подать рукой. Но подступиться к ней не так легко. В попытке незаконно пересечь границу американская сторона пресекает в воздухе. Появляется едкий запах. Граница временно закрывается в небо. Поднимаются пограничные вертолеты. Сотни мигрантов разбегаются. В это время в соседнем Сан-Диего проходит акция в поддержку каравана. Собравшиеся требуют впустить всех, кто пришел к границе и просит убежище. Мы просто по-человечески в ответе друг за друга. Если наши соседи, братья, сестры нуждаются в защите, если они беженцы, а у нас есть возможность им помочь, почему мы не можем сделать это? Они шли через горы, переходили в брод реки в поисках простых человеческих прав, которые, к счастью, есть у меня, живущего в США. Витингуют и сами участники каравана. Некоторые даже пишут послания президенту США Дональду Трампу. Тот, в свою очередь, отвечает в Твиттере, мол, со стороны Мексики было бы разумнее не допустить прихода каравана границам США. Как было бы благоразумно странам Центральной Америки стараться удерживать своих граждан на родине. По некоторой информации, за текущий год мексиканские власти депортировали порядка 100 тысяч выходцев из Центральной Америки, направлявшихся к границам США. Что касается прибывших членов этого каравана, по некоторым данным, порядка 2000 человек из него ранее уже были депортированы из Мексики. Но попыток попасть в США, похоже, они не оставляют. Представители пограничной службы США сообщают, что смогут принимать только 100 заявлений на политическое убежище в день. С учетом праздничных дней. Подача заявления от 5000 беженцев из Центральной Америки, которые уже находятся на территории Мексики, может растянуться на несколько месяцев. И подобное положение дел в мексиканской Тихуане, где караван развернул настоящий палаточный лагерь, уже называют гуманитарным кризисом.